поставила фоновую музыку как обычно включала и загрузилась видео смотрю красный доллар перечеркнутый авторские права пришлось видео удалить удалить музыку и будем с вами так чирикать через экран вот видите там не зона все масляное видимо там какие-то автомобильные запчасти лежали наждачкой зашкуриваю вот это все хотя бы поверхностную грязь смести ящик как сундук сверху лицевую часть взяла железную щетку по металлу потому что наждачка забивается мусором поэтому сейчас зачищу по краям внутри тоже нужно почистить но тоже без вас не надоедать вам просто валяется ящик и даже если в него инструмент складывать некрасиво внутри инструмента вы не запачкали железные вот для себя видеть по бокам фанера до штате знать еще советская фанера семьи восьмислой вот я очищаю наждачку там где кусочки соседи валялась и на сарае мелкими гвоздиками прихватываю не отошли маленький молотком маленькими гвоздиками не везде получается забить пока вот ничего низу тоже подзабивала ручки не стал убирать потому что ящик ящик сам по себе тяжелый и по бокам чтобы поднимать можно было ручки оставила внутри с выемками ручки а это мне оставалась шпаклевка вот шпаклевка несколько цветов брала но вот это вот ядовито какая-то желтая шпаклевка на уже половина стала подсыхать потому чтобы не выбрасывать как раз такие вот щели трещинки где-то выемки а вот эта планочка приходится молотком и гвозик прихватить шпаклевка хоть и будет просвечиваться все лучше чем эти щели и неровности и шпаклевка быстро высыхает по идее когда как высохнет ее нужно зашкуривать но я как всегда забыла по мелочам надо израсходовать всю шпаклевку израсходовать и баночку потом выбросить вот со всех сторон шпаклевала внутри тоже малость нужно будет отшаманить а теперь приступим к приятного просмотра и как всегда как я начинаю клеить салфетки так у нас ветер приходится начать намочить потом сверху салфетку наложить попрыскать и немножко вытягивать потому что она когда начинает мокнуть вытягивается вытягивается салфетка дело аккуратно нужно делать такие такие салфетки по моему 3 или 4 пачка покупала как только переехала пв оклеим разведенный с водой там верху видите белая там немножко со дна намазала но она высохнет не будет видно друзья всем привет это зинаш сегодня пятница это половина 4 закончила обклеивать ящик этот ящик соседи вот через дом переезжали и вот эти рамы которые я строила по теплицу зашла не помню что-то зашла к ним короче не переезжали и зашла к ним смотрю рамы и рубам рамы нужны он говорит нет можно заберу заберите потом я им заплатила получается рамок по 500 тенге и смотрю ящик лежит валяется в сарае там доски общем сарай заваленный он весь промасленный этот ящик не знаю дух раньше военных такое такие ящики были там оружие хранили не знаю не знаю что за ящик промасленный и такое ощущение что знаете машинное масло идем гараже у кого-то валялась они потом или у них валялась не знаю они готовом зачем я буду надо тогда еще не знал зачем вот он почти зимы лежал сарай сарайки у меня там где гуси думаю там тоже надо порядок навести в дровах там полка сломалась надо покупая подшаманить и думаю но к осени уже нужно будет прибираться инструменты все в подвале у меня там где краски все там этот в пластмассовом ящике думаю просто поставить он весь промасленный грязный и решил вначале снаружи обклеить вот эти салфетки у меня были и 3-4 пачки брала думаю обклею для себя тоже приятнее будет сегодня пока снаружи может быть завтра обклею внутри там хоть масляная но салфетками проклею все все не так масло будет вчерашнее видео я поотвечала на комментарии там опять же некоторые комментарии удалила там одна женщина не написала про вчерашнее видео что когда девчонок зашла старшего накрашенная я сказала давайте смывай рожу этого рожи вся в краске и написали разве можно так писать говорить ребенку рожа и вот знаете вчера сама сейчас я вас передвину маленько в глаз светит вот так вот вчера записать записала и самой на слух вот как я девчонок говорила грудь накрашивали накрашивались как проститутки но я на самом деле так им сказала знаете почему это уже после пень она пенсии же к ним устроилась на работу уже год на пенсии была а до этого еще когда у меня сына не было дочь маленькая была мне было 32 32 33 года я познакомилась с одним парнем молодым но на ложе меня на 7 лет был помните говорила что он с ним встречались у меня пиццы пиццу на пиццу на пиццу подсадил в оба пи работал и как-то мы по городу гуляли и заехали гостинице казахстан подожди сейчас заедем в одно место заехали гостиниц казахстан он здесь подожди меня на улице сам зашел а я была джинсах джинсовые рубашки волосы меня так распущены подкрашенные стою жду его он зашел вовнутрь а до этого мы там мы в этот бар поднимались там валютный бар гостинице казахстан там обычный бар если ты специально для иностранца валютный бар как раньше помните березка была магазин лене станции за валюту продавали товары один раз мы туда зашли и небольшой бар такой полумрак такая музыка играет барная стойка там пару столиков и за барной стойкой сидели девушки ой в такой одежде знаете на на бретельках такие платья красивые короткие это считает 90-е годы же на них колготки короткие платья колготки за таки прям переливаются вот эти дэновские тогда колготок толками не было мы вот где про порвется зашивали или лаком чтобы стрелка не пришла лаком на работе где-то там где стрелочка промокнешь лаком потом зашивали постарались вот не старались я например тельного цвета такие желтоватые нитки или от старых колготок распарывала ниточку и этой ниткой зашивала все равно видно что зашиты а тут и таки колготок не видел смотрю них прям ножки красивые нога на ногу сидят маленькая чашечка кофе кофе пьют накрашену диво диво это те разместим зашли группе и какие девки красивые это как валютные проститутки это один разошли и вот в тот день по за и подъехали об этом я здесь подожди сейчас быстро зайду выйду я стою хожу на улице за входа гостиницка стану на улице хожу жду смотрю по сторонам и смотрю возле входа девчонки бегают они бегают ходят молодые девчонки у всех и причем человек 10 было и все накрашены одной косметикой то есть тени одного цвета у всех такие вот блестящие перламутровые вообще никогда не любил никогда не красился перламутровыми тенями тени глаза под подкрашены черным карандашом и губы перламутровые знаете розовый такого розовато-красный такой перламутровой помадой у всех у человек 10 было все одинаково такое ощущение что они одну помадает на одним тенями красились я вспомнила когда они с училась женском педоинституте у нас городских было несколько человек каждой группе по 2 по 2 девчонки были а остальные в общежитии жили приезжие ну со всех городов казахстана и вот отвлекусь я насчет насчет института но девчонки приезжали с аулов с маленьких городов других городов приезжали после школы родителей рядом нету все кто подстригся кто краситься начал и толком одежды ни у кого нету и вот допустим сегодня на лекцию одна приходит в такой кофте белой кофте допустим да вот в этой на следующий день прихожу в этой кофте другая ходит на третий день хожу друг в это кофте другая ходит и то же самое насчет косметики смотрю две девчонки одинаково одной помадой накрашена видно одна помада одни тени одинаковые а потом уже когда начала учиться я перешла к ним я первый курс в институте закончил заочно и перевелась на второй курс на очное отделение а потом уже когда с ней познакомилась уже видела что эти все три три четыре девчонки четверо они с одной комнаты и вот друг друга одежда одежда надевали вот и 1 по 1 косметика красились вот это к тому что одинаково и вот возле гостиниц казахстан стоим стою посмотрела посмотрелось то сюда хожу без задней мысли то мы дальше доеде поедем дальше гулять и смотрю что-то девки между собой разговаривают и мою сторону смотрят все кучка собрались в кружочек встали разговаривают и в мою сторону смотрят недалеко так метров шесть-семь это посмотрела стою они стоят и потом смотрю какие то у них затет лица не просто так они смотрят что-то маленькая красавица стоит а знаете вот таким этим так смотрят эти вот со злостью какой-то знаете начале начале вопросительно смотрели потом со злостью потом смотрю не между собой так стали разговаривать и показывать на мою сторону это разговаривает и это внимание привлекает что я на них посмотрела посмотрю они что прямо за эти такие лица уже злые стали некоторые ходят потом к ним подходят разговаривать мою сторону смотрят показывает пальцем показывает как вот потом стояли и смотрю девки мою сторону направились солнце опять глаз светит сейчас и смотрю девки в мою сторону пошли идут и уже близко ко мне подошли они все невысокие такие невысокого роста подходят и еще досконально не помню но знаете такой смысл был так ты чуешь стоишь это наши наша территория там это все что-то такой разговор прошел я не поняла я стою глазами хлопаю они меня окружили стоят и упрямо со злостью такое что ты стоишь это наша территория там что-то в общем ну базар-вокзал я не то чтобы испугалась ну как говорится непонятная ситуация и тут смотрю этот мой товарищ выходит подходит ну-ка ушли отсюда понимаешь здрасте раз и ушли отошли вот поехали и в коробка спицей машину сели кручу и знаешь да это как проститутки здесь ходят я говорю а те которые в баре были он готовит нет это валютные проститутки как они там постоянно этих туда-то не пускают а в те времена гостиницы казахстан одна из престижных гостиниц была в основе иностранцы останавливались там потом гостиница и сык напротив оперного балета театра оперы балета такие цивильные были в центре гостиницы много было было и сейчас есть полно ну там уже так как вот второго для третьего класса такие вот а гостиница казахстана считалась такая элитная вот самое высотное здание было в алмате 25 этажей жилых и он говорит это как проститутки играть а те те валютные а это вот такие вот блин я не знаю то ли смеяться то ли плакать блин я края каким боком а он говорит но наверное приняли за проститутку скажут вот конкуренция игра они мне сказали что-то наши территории ну вот поэтому они подошли стояли смотрели тебя что клиента будешь подходить нет то что мужики заходят выходят или кто обычно заходит они раз подходят к нему что-то разговор там ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты и мужчины проходят вот и вот это вот видимо в памяти осталось у меня что перламутрия тенями накрашены веки вот эта помада перламутровая такая знаете смертан еще вот так от души накрашены и вот поэтому вчерашнего тоже говорила девчонка много когда увидела 3 12 12 лет а так накрашены ну конечно да грубо сказала я но что сказала то сказала уже время прошло вот потом знаете раз такая тема пошла какой-то год я не помню с кем кто-то из друзей кто-то из друзей или знакомые друзья общем договорились встретиться на первом моте вокзал алматы 1 не помню сейчас кто-то из знакомых из мужчин по созвонились или с работы не помню и говорит ой годовая встретимся этот там на кольце вокзала стой вот сифуль на как на кольцо поворачиваешь с правой стороны стой я щас подъеду как и поедем день посидим пиво попьем шашлык пойдем а все друзья знают что я пиво но за вечер вот если пол-литровую кружку берут ну наверное так вот выпью в основном шашлык а когда в районе или работали там куда-то на капотный вариант на поляну куда-то выезжали и меня вначале брали потом готовой тебе как это в общем при приезжать берем тебя не столько пиво пишешь сколько всю рыбу съедаешь а я рыбу вообще обожаю а тем более соленая вот этот вяленая копченая рыбка ой сейчас и говорю слюни полный рот а это знакомый сашка сашка да на на вокзале этот железнодорожник он моего брата знал разговорились и он говорит в общем стой там я говорю хорошо стою вот все фольно его как на вокзал поворачиваешь кольцо здесь право с правой стороны стою стою останавливается машина тупая такая была машина ставится леворулька так наклонился дверцу открыл и говорит работаешь ну я с работы вышла я груда могут сколько вечером наверно в такое время 4 5 вечера или после работы на нас училище шла я сколько я стою думаю сколько думаю время спрашивает сказал примерно половина пятого он так идет разных закупку уехал странно я сказала время даже не спасибо не сказал ну ладно стою через какое-то время машина подъезжает открывается окно сколько это что с ним случилось время спрашивают я говорю ну пять без пяти пять он дверь захопнул уехал тут мужики пошли блин не спасибо тебе ничего я им чё здесь справочное бюро время говорить еще пару человек останавливались мужики работаешь и у работаю по 1 время смотрю же машины останутся время посмотрела этот останавливаться работаешь работаю пол шестого они что-то раз закрывают дверь и уезжают тут товарищ знакомый при при подъезжает сашка привет привет блин запарил груду сейчас подъеду сейчас подъеду я стою гру машины сели он поехал там по сейфу лина напротив локомотива стадион локомотив там как этот внизу за этот автомойка а на втором этаже кафе там как вообще офигенно год шашлык готовят ир поехали он чё как дела туда-сюда как там брат и куда вот нормально вот так вот так с работы вышли ир суши гор какие-то мужики сегодня груз странные огорчу я вот так вот так вот стою никого не трогаю тут один подъехал работаешь гор работаю сколько но я вам сказала половина пятого ой друзья это нужно было видеть сашку он едет а у него машина уазик он где-то там или тестили кто очень много старую машину вазик выкупили и он получается верхнюю часть вот это где ветра где стекла вот эту часть все срезал и она получилась как джип ну чёткая машина ехали по сейфу лина он притормозил мой мужик такой классный вот вот такой бывает вот дружбан дружбан у него продавали железные зубы такие такой на цыгана похож асана притормозил машину как начал смеяться он на руль упал на руле лежит колышется прям затем ржет какой ржет я думаю что мужики сегодня с мужиками общине мне не в порядке на него смотрю сашка ты чё он разговаривать не может голову приподнимет на меня посмотрит опять на руль падает опять ржет куда блин запарил грех хватит ржет грудь что-то это самое что такого сказала он голову поднимет на меня посмотрит на меня посмотрит опять на руль падает немножко успокоиться на меня посмотрит и опять на руль падает давайте в баню говорю все давай я домой поехала у меня за руку хватает землячка подожди подожди сейчас вышел с машины туда-сюда походил покурил потом заход заходит садится машину такое лицо ну бывает такое когда вот где смех разбирает и вот сам сейчас держишь заходит такой ключ даже в машину замок зажигания воткнул завел машину отвернулся и едет и сам трясется колышется голову отвернул я еду на него посмотрю на него посмотрела на отвернулся так вот полуоборота смотрит на дорогу игру ну-ка повернись сюда и он опять ха 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 как лошара рублен груза завязываю на самом деле обиделась что-то режим что мне объяснить 4 чуть-чуть такое смешно сказал когда он смеялся я на себя смотрю думаешь где-то у меня это что-то видно или там я не знаю но не знал и тут подъехали к этому к этому авто этой автомойке остановил машину где наш ты чокарт как маленькая говорит тебя снимали я никто не снимал говорю они просто подъезжали бы спрашивали грузжали я думала так вот съемка снимали никто без камеры без фотоаппарта блин ты чокарт такая тупая яру смысл тупая угад они думают что ты проститутка я вруя проститутка ты на меня посмотри он готовит тысячу проституток не видела я на самом деле друзья никогда не видела никогда не видела но фильмы смотрела вот эти помните этот как называется елена яковлева снимается блин как же называется интер девочка этот фильм видела но я тех видела красивых там они до специально там где-то по барам сидят где-то в ресторанах вот такое все вот они тебя за проститутку приняли посмотрите проститутки где я говорю ты чё дурак что ли у меня ребенок у я с работы вышло но я об этом знаю они-то об этом не знают как ну какая из меня проститутка готовит сама самая клёвая говорит так это проституток не видела а я вспомнила потом что как-то вот когда вряд ли работаешь молодая была дождь был и на мой нож был ехать уже ночью что двенадцать после дежурства после смены и ребятам добросьте до дома они гадись уазики едем а дождь лил прям эти вот эти машины дворник не успевали воду смахивать и выезжаем на фестиваль на дежнёва темно тогда 2 1 1 фонарь раба светит другой не светит и дождь и поворачиваемся и там вдоль дороги женщина стоит рукой машет а вдоль дороги шла и вот так вот рукой машет но больше когда кто-то кто такси ловит чтобы думать потихоньку буду идти и по дороге сидурка остановится так вот идут вперед и рукой машут и смотрим женщина в свете фар идет так рукой машет и вот такой походка идет и пацаны сядут патрульники сидят год о давай торчет тормозем подвезем я на них посмотрела и что-то смеются между собой чё потом подвезем давай тормознемся блин меня довезите домой сейчас 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 посмотрим тысячу год назад посадим ее и подъезжаем я с правой стороны сидела подъезжаем водители раз так парни посмотрели по газам и поехали смотрю там тетка тревоган пьяная еще дождь вот мокрая всякие все течет мне рванули и тоже сели как кони ржали они говорят нифига неужели кто-то и будет снимать один год она любителя кто его знает женщина и женщина я вот сашка сидела думаю вспомнил думаю блин я вот так вот так увидел а ты говоришь ты на себя посмотри ты же баба интересная ой этот считайте два раза в жизни меня приняли за проститутку я не знаю тем гордиться или как тоже вчера вам рассказать рассказала и что-то ночью лежала думала дублина и ведь тогда не хозяйка не отец их не мне слов не сказал хотя я не знаю их на их не месте как бы поступила бы мои дети я своих детей ну как у нас к наказку гастребжи сэндой избал ларн хоть хоть свари но это твои дети он допустим ну всяко бывало я детями под жопу давала когда вдвоем начинают ругая драться драться ругаться не где девять с половиной 10 лет разницы и поэтому я никогда не разбирал захожу в зале крик шум слезы сопли захожу что случилось дочь да вот он так сделала лондон цинга то и не делал так это никогда не разбиралась друзья не знаю может так нельзя делать человек двумя педообразования медаль обоим по заднице по заднице по разным углам расставляла вот и как-то порядке вещей было а когда кто-то допустим вот сын маленький был он ой хулиган был страшно на улицу ухожу из соседки ой у вас такой сын прямо прямо хулиганист хулиган ой прям такой я говорю я своим сыном сама разберусь о его надо изолировать он на наших там где детей дворовых он бьет я но он же не просто вышел начинаю начать сразу сразу бить и вы знаете разбьет на где раздерется значит за дело да друзья я сама с и научила драться потом чтобы я приходят там допустим двое трое пацанов начинают это бить его в окно как вылезу по пояс а твою мать ну уходите от него и это домой приходится но уже пока пока дошла или до этого уже побьют его я ему говорю балам никогда никого не бойся не лезь 1 1 никогда не лезь никого не бей но если тебя задирают из тебя ударили если он с тобой ростом параметры такие же вот так кулак сделай вот так кулак и в нос бегаю и убегаю и убегай домой пускай потом родители ко мне придут а из игру выше тебя но бывали такие случаи когда пацаны он им вот так вот они его зажали не зато ли деньги требовали прям соседи возле соседнего подъезда и в окно увидела и мой же молчит ведь не кричит как все другие мама помоги и там он стоит молча в окно что-то летом было окно что-то открыл смотрю там два-три пацаненка стоят мой им вот так вот и они его стоят мутузят и он и держат двое держат и один бьет его я там как шум подняла быстро выскочила его цена говорила есть и допустим с тобой ростом повторяюсь в нос бегаю если выше тебя только не сможет достать буду вот так кулак сделала вот сюда вот вот сюда вот солнечный со всего всю силу в кулак всю злость сделала вложи ударь и убегай кто-то тогда слышал нет не помню или мама или кто-то и где наши раз так можно учить ребенка чтобы он бил я и сего с до смерти забьют я чё там пачкуешь что ли что одному нет за 2 2 это самое и в меня тем более детства именно и дочь и сын с таким трудом достались для моего здоровья для моего здоровья и сугрозы их не жизни я говорю я учу никогда никогда не дерись но если тебя бьют неужели он будет как груша стоять его будут долбать все игру мей за себя постоять да я свой сын научила драться вот поэтому я не знаю вчерашнем вчерашнем видео которое сказал девчонок я друзья не со зла и с ними такая сговаривала вот как я с вами разговариваю как своими детьми разговаривали так с девчонками разговаривала почему потому что я за них отвечала я за них получала зарплату за их не безопасность меня никто не учил работе телохранитель как нужно работать как нужно там себя вести просто фильмы смотрела телохранитель это этот как же ее так тряса телохранитель называется американский фильм певица там еще играет хюстон там только со стороны смотрела а так вот там такой опасности не было только в школу при увезти привезти потом куда-то на гулянку там в кафе там чтобы они на улицу не выезжали там чтобы кто-то что-то им не сделал и сопровождать так а побольше случаев на более большинство случаев наверно типа вот как вот гувернатка была у них дома дома и окружении и поэтому я относилась всегда к ним как своим детям я поэтому вчерашнее видео написала свои чужие дети или чужие свои дети хотя говорят чужих детей не бывает но я на самом деле девчонок этих полюбила полюбила а я с прямо когда от них уволилась блин я так скучала до сих пор говорю что говорила что скучаю страшно по ним по это плохому я их не учила вот там такие женские нюансы рассказывала как себя вести как они машине сети из школы при при приходили машин садятся рюкзак этот рюкзак ранец закидывают ох юбки же садятся ноги вот так вот повернуть вот так ноги и вот так ноги так сдвинь коленки сразу замкни вачу а это же девочка нельзя так некрасиво сидеть ой сяду так вот ноги вот так вот потом домой приходим и девчонки вы что делаете я говорю водитель мужчина он не мужчина он водитель ну понятно что водитель но вы так привыкнете вы же девочки тем более в юбке я понимаю что здесь когда брюках были бы сидели бы это еще знаете куда не шло это свои приличия должны быть а когда в юбке любом случае нужно прикрывать как ножки к прикрывать красиво стал красиво ножки ставить говорю юбку отдела дернуть чтобы ничего лишнего не было видно говорю в таком плане то что из-за краски потом но потом как после вот пода после того случая как они на 1 накрасилась потом через пару дней она она быстро отходила блин она вся в меня была младшая немножко так два пишем три на ум пошло а старшая она быстро отходчивая через два-три дня вечером после школы сидели это разговаривались я у них на кровати втроем завалимся поперек кровати лежали болтали и этот потом вспомнили поэтому я говорю ты мне извини тогда так так сделано а проехали я уже говорю хочет я научу краситься вот чтобы в школу можно выходить она что там уметь ну знаешь моя дорогая покрасить накраситься для школы и докраситься для вечеринки там совсем разные вещи игру и тем более дневной макияж и вечеринами как макияж они отличаются говорю она но у них косметики полно было и у мамы там косметики полно было и вот его на губы контур тельного цвета карандашом розоватый и блеском помазала мазали она мазалась я сидела показываю игру глазки немножко карандашом опила тушу подкрасилась а тени у нас теперь тени блин запарила просто реснички утром школу идти реснички покрали накрасила немножко глазки подвела губки как я блеском блеском помазала все хватает есть говорю этот прозрачный блеск есть немножко с розовинкой вот я для девочек вот в таком плане их учила вот ладно друге проститутка ой позорище ладно пошла я сейчас время уже наверно часа четыре и нам сейчас буду продолжать этот пойду обкрею что потом завтра послезавтра не говорить чтобы не тянуть кота за хвост ладно друзья давайте пока ваша зинаш